Мы находимся в данный момент у подножия горы Арарат, на которой, по преданию, в свое время произошла знаменитая история с Новевым Ковчегом. Ну, вы помните, каждый тварь по паре. Но мы тут, я надеюсь, все-таки не из-за этого, да? Мы точно не из-за этого. Это очень хорошо. Ну, если, вот, действительность более-менее серьезная, понимая всю непростую ситуацию, которая складывается сейчас в мире, мы решили, что, на самом деле, нет лучшего места и времени, чтобы поговорить о тех проблемах, которые были в музыкальной жизни до этого момента и которые, безусловно, будут после этого момента. Да, точно. И так как сейчас наша жизнь проходит в соцсетях, мы много... Не только наша, а вообще. Наша общая. Общая жизнь, да. Сейчас все живем в одном пространстве в основном. И именно из соцсетей очень часто мы узнаем о взаимоотношении концертных организаций и музыкантов. Но в 99% случаях мы узнаем это от самих музыкантов. И мы решили, что было бы неплохо узнать об этих же проблемах все то же самое, но непосредственно у другой страны, то есть у концертных организаций. И мы решили устроить вот такие разговоры с ведущими директорами концертных организаций страны, потому что, на самом деле, именно они в конечном итоге формируют вкус публики и готовят эту публику для нас, музыкантов. И, кстати, можно сказать, что мы немножко рискуем, потому что, так как мы все-таки тоже зависимые люди от концертных организаций во многом, мы должны будем ходить, как говорится, по грани. Да, но мы знаем, где она. Но мы будем ее нащупывать. Точно. Но перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, уже к разговору, у нас есть одно небольшое объявление важное, да? Да. Да, я о нем расскажу. В конце каждой передачи мы будем ставить небольшой фрагмент записи музыканта, который нам кажется интересным на данный момент. И каждая передача – это выбор каждого из нас. Сегодня в первой передаче будет выбор Максима и его очередь, потому что, собственно говоря, это была его идея с представлением музыкантов замечательная. И ссылка на полную запись, потому что в передаче будет небольшой фрагмент, а ссылка на полную запись будет вот здесь вот. Под записью, собственно говоря, нашего видео вы сможете целиком это видео посмотреть. Сегодня с нами будет общаться. Карен, представь. Да, итак, наш сегодняшний гость. Итак, наш сегодняшний гость, а точнее очаровательные гости, чтобы быть точным. Устинова Ирина Дмитриевна, директор Карельской государственной филармонии, член общественной палаты Республики Карелия, член правления Союза концертных организаций России, музыковед по образованию, закончила Петрозаводскую консерваторию с отличием, закончила Международный институт экономики и права в Москве, специальность менеджмент организации. Ну, это короткая, конечно, справка, тут много всего. Я вот основные такие выжимки прочитал. Все правильно, Ирина Дмитриевна? Все правильно. Отлично. Можно я сразу одну вещь попрошу? Можно мы будем звать тебя Ирина или Ира, как мы привыкли это делать? Конечно, я буду только рада. Здорово. Ну, тогда мы можем приступить, собственно говоря, к вопросам. И с чего мы хотим начать? Мы хотим начать с того, чтобы узнать, как жизнь вообще? Что хорошего дома? Зачем нам сидеть дома? Нужно ли нам, это музыкантам, сидеть дома? А как вы, и не скучаете ли вы без нас, без музыкантов? Сразу так одновременно много вопросов. Один вопрос. Скажи, вы мне так надоели за сезоны, что я сейчас от вас отдыхаю. Слушайте, ну, на самом деле, зачем сидеть дома и вообще как дома дела? С одной стороны, вот первые вообще дни дома, это была какая-то такая, знаете, непривычная обстановка. Вау, не надо спешить на работу. Понятно, что дела там никто не отменял. Почта, компьютер, все это есть. Но ощущение того, что ты вдруг оказался с семьей дома, потому что сын учится в университете, соответственно, он тоже находится дома и через компьютер занимается. Даже литейный завод, на котором работает мой супруг, первую неделю там с лишним тоже был приостановлен. Мы все были втроем дома. Это, на самом деле, удивительное ощущение. Такое вообще редко бывает. Вот. И это было даже какое-то ощущение такой сначала радости. Но понятно, что было в любом случае ощущение тревоги за то, что будет сработать, что мы будем делать все дальше. Вот. Но постепенно, как мне кажется, человек такое существо, которое приспосабливается ко всему. Ну, и, конечно, к имеющейся ситуации мы тоже, кто как может, приспособился. Вот. Ну, собственно говоря, и я, и мои коллеги. Вот. Все, что можно вынести в онлайн, в общем, здесь я как бы велосипед не изобрету и ничего нового не открою, мы перенесли в онлайн. Слава Богу, что за время, значит, вот первой недели, когда у нас еще можно было репетировать, но нельзя было давать концерты, мы успели там сделать какие-то записи в филармонии, подзаписались оркестры, солистов. И у нас на какое-то время этих записей сейчас хватает, чтобы выкладывать онлайн. И ведь для нас, для концертной организации самое главное, чтобы публика это про нас не забыла. Чтобы они вообще не забыли, что мы есть, и мы же должны как-то работать, и поэтому наша задача вот активировать всю работу в социальных сетях, что мы и делаем. Сейчас мы уже какие-то новые там форматы изобретаем, потому что записи записаны заранее закончились. Мы созваниваемся с артистами, они все жутко хотят на работу, что... Мы не можем свои присылать. И, собственно говоря, из дома, с дачи, оттуда угодно, всякие флешмобы, записи, мы все это выкладываем. И что очень приятно, наши постоянные слушатели в социальных сетях, они на это реагируют, они пишут комментарии, говорят спасибо, говорят нам, что мы про вас помним, мы не забыли и так далее. То есть это очень радостно. Так вот, это практически прозвучал один ответ на один из наших вопросов. Отношение к этим онлайн-концертам, нужны ли они? Если нужны, то зачем? Потому что, например, я быстро скажу, мое личное мнение, что вот сейчас есть то время, когда можно сделать что-то такое, чтобы ты, как музыкант, стал лучше. То есть вот это вот по накатанной бежать, еще продолжать играть, играть, играть. Может быть сделать просто что-то другое, остановку. Но для концертной организации, то есть как сейчас вы ответили сами, то есть сказать, чтобы не забыли. То есть пока еще не так много времени теоретически прошло, чтобы кто-то забыл. Ну, понятно, что времени немного прошло, нам уже руку-то должны на пульсе держать. И, конечно, я говорю со стороны работодателя, да, как директора учреждения. Наверное, изнутри каждый музыкант имеет какую-то свою личную мотивацию и понимание, что ему делать и как дальше жить. Потому что во все времена, наверное, существовали разные типы музыкантов. И у нас есть такие музыканты, которые вне зависимости, в любой ситуации всегда работают над собой, дома занимаются, много уделяют этому времени и так далее. А есть и другой тип людей, которые не очень-то как бы, ну, пришли на работу, поиграли, а там как будет, дома зачем-нибудь другим займусь. Есть как бы разный подход, да. Но в большинстве своем, конечно, музыканты очень привязаны к своему делу и к своим инструментам, и им очень важно дома заниматься. Это на самом деле так. Ну, а то, что касается вот онлайн-концертов, нужны ли они, я считаю, что вот в такой ситуации, конечно, нужны. И более того, мы понимаем, что мы все больше и больше осваиваем интернет-пространство, осваиваем какие-то формы работы с ним и начинаем делать то, что раньше никогда не делали. Это тоже хорошо, это тоже своего рода развитие для нас. Не приведет ли такая ситуация к тому, что очень многим это понравится, потому что можно, грубо говоря, поставить на паузу, пойти порезать колбасу и посидеть, сделать фоном концерт. И не отучится ли публика за счет этого ходить, собственно говоря, в концертный зал и банально, уходя в экономику, сказать, платить за билет? Вы знаете, я тоже, наверное, это очень хороший вопрос, очень такой актуальный. Я над ним тоже думала. Более того, у меня, например, вот в Петрозаводске мои коллеги, директор АТИАН, готовый спектакль записывать. Они их никогда в интернет не выкладывают, потому что это репертуарный спектакль. Они говорят, зачем мы будем выкладывать, мы же выйдем с карантина, нам потом этот спектакль продавать надо. Сейчас его посмотрят все. Что мы будем делать? Вот мне кажется, с музыкой у нас немножко все-таки другая история, потому что я больше чем уверена, что все те люди, кто смотрят нас сейчас онлайн, наши трансляции, следят за нашими новостями, они наоборот как бы подпитывают свое желание прийти в концертный зал, потому что по моим личным ощущениям ничего не может заменить твоего личного соприкосновения с живой музыкой, живым исполнением, и вот ощущение этой эмпатии, переживания от того, что ты слышишь, от того, что ты видишь. Конечно, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Нет живого общения, будем общаться по скайпу, но ничего не может заменить личного человеческого общения и впечатление живого. А вот по поводу мотивации музыкантов, я просто как бы немножко в курсе, что вообще сейчас бюджетникам все подсократили, я имею в виду материально, тем более, что профессии в нашей, например, тебе еще иногда платят за выходы, за концерты, ну что-то дополнительное. Если сейчас мотивации финансовой нет, что происходит, потому что вы знаете, что происходит, вообще, что происходит с музыкантами? Ты вот частично начала уже отвечать в предыдущем ответе на этот вопрос, но действительно, оркестр, в которых у вас несколько коллективов филармонии, вот солист там, артист оркестра, да, они же разные, действительно, все люди. Как вот постараться их всех объединить и держать в форме, в тонусе, чтобы... И нужно ли это? Вот для меня очень важный вопрос, я буду настаивать на том, что все-таки, да, вот это революционное время, революционное-эволюционное, оно должно, на мой взгляд, все-таки привести к тому, что музыкантов должно стать меньше. Должны стать что? Меньше. А, меньше музыкантов должно стать? Это как в бароне Монхаузе. Да, я сейчас не говорю о том, что они должны умереть. Ни в коем случае. Все должны быть здоровыми и все. Я просто говорю о том, что... Это вот это вот... Что бы ни произошло, я все равно останусь музыкантом. Потому что без музыки я не могу жить. Я вот, я свою леплику сейчас ставлю на эту тему. Мне кажется, это такая крамольная мысль, скажем, да, потому что музыкантов должно стать меньше. Но, тем не менее, в ней доля логики есть. Потому что вот этот период, вот такого вынужденного, да, простоя, он как бы, ну, выявит, так сказать, музыкантов, кто был способен держаться, кто действительно любит свое дело, он действительно занимается, хочется самосовершенствоваться дальше, жить в профессии. А у кого это простая рутина, и кому это неинтересно. И потом, я сейчас говорю о том, что, может быть, у других странцев, потому что они все работают, да, все выйдут на работу, там, где-то будет... Те, кто сработал, там, и так. Потом начнется выживание за конкуренцию, правильно, после этого периода. Поэтому, кто будет лучше, тот и выживет, соответственно. Тут правила естественного отбора никто не отменял. А то, что касается оркестра, да, здесь, конечно, сложновато будет всех собрать в кучу, но у нас же летом все равно бывает отпуск. В Карелии он не маленький, то есть они на месяц уходят в отпуск, и раньше на 44 дня выходили, сейчас отпуск обычно разрываем, из-за того, что у нас летний фестиваль русская лосинка не появилась. Но все равно они же потом как-то собираются в кучу. Понятно, что сейчас, когда они выйдут, времени будет меньше, на то, чтобы все вместе собраться. Но, тем не менее, я думаю, что, наверное, ситуация, она и покажет. И вообще, ты знаешь, вот эта ситуация, она и внутри команды, с которой я работаю, административно-управленческого состава, она тоже сразу же показывает и выявляет готовность и желание работать. Потому что мы понимаем, что сейчас у нас официально приостановлена деятельность учреждения. И фактически я, как руководитель, не имею права никого заставить дома на удаленке работать. Потому что у нас распоряжение, что мы находимся, у нас приостановлена деятельность официально. Ну, как бы понятно, что административно-управленческий аппарат, там та же бухгалтерия, они понимают, что никуда не деться, что надо начислять зарплату, отправлять ее, авансы. Потом по-прежнему люди обращаются с возвратом билетов, они по электронной почте это присылают. Мы по возможности стараемся возвращать деньги за концерты, которые отменены или перенесены и так далее. Но есть в команде же много в учреждении людей, и все разные. И вот эта ситуация, она как бы сейчас, в общем, показывает, кто хочет, а кто не хочет. Вот я могу сказать, что, например, ну вот Карен и Макс, наверное, знают, у нас есть Татьяна Георгиевна Шерудила. Вы прекрасно знаете нашу замечательную Татьяну Георгиевну, которая более 30 лет работает в филармонии. У нее трудовая книжка, все время лежит в одном учреждении. Она пользует, у нее нет такого телефона, она пользуется кнопочным телефоном, и дома у нее нет компьютера, соответственно, у нее нет там скайпа и так далее. Так дело дошло до того, что Татьяна Георгиевна пошла покупать компьютер, потому что за полторы недели, ну, то есть она заказала все, сейчас это все собирает, она не может, она рвется, чтобы участвовать с нами в наших, там, мы раз в три дня проводим видеопланерки, общаемся с коллективом, то есть она рвется, ей вот это нужно, у нее потребность в этом есть. То есть, понимаете, все в этом смысле по-разному себя проявляют. Здорово. Отличный, очень развернутый ответ и очень точный. А самое главное, по-моему, Максим именно это хотел вот услышать по поводу музыкантов. Давай, спрашиваю. Последний карантинный вопрос, и выходим уже из него к нормальной жизни, к вопросам про жизнь, что называется. Ну, судя по всему, этот сезон, 19-20, он уже безнадежно испорчен, скорее всего. Вряд ли мы в этом сезоне уже вернемся к жизни, хотя все, может быть, надеемся. В связи с этим, планы на сезон 20-21, они корректируются, меняются, что происходит там, ужимаются, что-то отменяется, то есть что с будущим? Да, на самом деле это все, конечно, очень сложно, потому что, естественно, следующий сезон весь у нас уже расставлен был к тому моменту, когда мы подошли к ситуации вынужденного закрытия. И мы очень надеялись, что мы начнем хотя бы там в мае работать, и те концерты, которые у нас полетели в апреле, и мы, и там в марте часть, мы сможем их отдать в мае и в июне, сейчас я уже понимаю, что, дай бог, хотя бы в июне мы что-то успели сыграть, и то, в общем, как бы не факт, но есть надежда. И поэтому, конечно, сейчас пытаемся каким-то образом осень скомпоновать, уплотнить и добавить туда то, что мы потеряли сейчас, потому что у нас есть обязательства перед публикой, по крайней мере, хотя бы абонементные, потому что те концерты, которые большие были, например, отменены, они были вне абонемента, мы просто людям возвращаем деньги, если есть возможность, переносим концерт на следующий сезон, ставим, и там уже как бы сами будут принимать решение покупать, не покупать, кто не сдал, велятся, соответственно, будут действительны. А вот абонементные, тут вот в любом случае мы должны свои обязательства перед публикой выполнить, поэтому сейчас мы активно пытаемся в следующий сезон смотреть, но пока непонятно, до какого числа мы пробудем, это делать бессмысленно, потому что мы не понимаем объем, да, то есть мы не понимаем, а сможем что-то мы в июне сделать или не сможем. То есть это сейчас такая ситуация оперативного управления настала на данный момент, когда нужно всё время в этом русле реки лавировать и держать руку на пульсе, и смотреть, и думать, что делать завтра, и сиюминутно сегодня принимать решения какие-то. Вопрос по поводу взаимодействия в этой ситуации с другими филармониями, потому что у вас же ведь там существует сообщество, насколько я понимаю. Меня слышно вообще, да? Да, и мне очень интересно, какую-то придумали там программу действий общую, или, допустим, у вас же ведь есть какие-то, наверное, дружественные филармонии. Я понимаю, что мы сейчас, как это, прикрыв глаза, скажем, у нас прекрасные отношения со всеми филармониями, но у вас наверняка есть какие-то филармонии, какие-то площадки, с которыми вы особо близко дружите. И, допустим, с ними вы что-то придумали совместное, или пока каждый за себя? Значит, относительно сообщества, первый вопрос. Да, действительно, у нас есть сообщество, Союз концертных организаций России. Я вот на данный момент являюсь кленом правления. У нас туда входят 8 руководителей из разных филармоний. Это все очень, кстати, известные авторитетные люди, все профессионалы. И сейчас мы периодически с коллегами встречаемся тоже онлайн. То есть мы проводили уже совместное такое видеосовещание и выработали несколько моментов, которыми мы можем поддержать и внести какую-то лепту свою в поддержку филармонии на сегодняшний день. Ну, по крайней мере, мы подготовили от имени Союза концертных организаций и очень важное письмо на руководителей и субъектов. Это письмо сейчас располагается в открытом доступе на сайте Союза концертных организаций России. И связано оно прежде всего с тем, чтобы регионы, региональные руководители прислушались к нам. И не только к нам, есть, собственно говоря, и мнение по этому поводу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Российской Федерации. И по возможности сохранили объем финансирования филармонии фонда оплаты труда государственного задания в том объеме, в котором он был, при этом уменьшив цифры и показатели. Потому что мы понимаем, что у каждой филармонии госзадания состоит из нескольких частей. Это показатели по слушателю, которые приходят в филармонию, и они привязаны к денежным показателям. Как только, соответственно, по законодательству падает слушатель, не выполняется, соответственно, уменьшается субсидия на госзадание. Вот сейчас важно всем руководителям органов, исполнительной власти, субъектов Российской Федерации донести мысль о важности, все-таки дать возможность филармониям уменьшить размер государственного задания в слушателях, потому что это объективно. Понятно, что в следующем полугодии кто-то нагонит его, кто-то не нагонит, но вот сейчас не забрать эти деньги, чтобы мы не пришли к ситуации с зарплатой, как сказал Макс, когда мы совсем можем голову получить. По крайней мере, вот у нас в регионе, слава богу, пока что относительно спокойно, то есть нам никто не уменьшает субсидию на государственное задание, и основную среднюю зарплату мы своим всем сотрудникам выплачиваем. Конечно, сейчас не будет тех стимулирующих надбавок, которые артисты получают за дополнительные концерты какие-то, и так далее, и так далее, но основную среднюю заработную плату мы выплатим. И вот очень важно, чтобы все услышали. То есть такое письмо размещено, если интересно, можете зайти посмотреть, оно есть на сайте Союза концертных организаций России. Да, оно есть в социальных сетях, в группах у нас создана сейчас группа ВКонтакте, Союза концертных организаций России, группа в Фейсбуке, там можно эту информацию посмотреть. Ну и, конечно, мы обсуждали текущие вопросы, которые внутри деятельности профессионального сообщества никогда не заканчиваются. То есть у нас есть еще много работы по нормативно-правовым документам, по внесению предложений в Государственную Думу и так далее, и тому подобное, для того, чтобы совершенствовать нашу нормативно-правовую базу и поддерживать деятельность филармонии. Ну а то, что касается дружественных филармоний, то тут, конечно, мы все между собой общаемся и дружим, наверное. Может быть, допустим, Урал или Сибирь, они имеют внутри больше возможностей для того, чтобы выстраивать гастрольные туры какие-то. У нас на Северо-Западе очень сложная логистика, вы сами прекрасно знаете. У нас до Мурманска, от Петрозаводска тысяча километров, и самолет не летает, поезд едет очень долго. В Вологду у нас никакого прямого транспорта нету, по дороге очень дорого, долго, автобусы не ходят. В общем, это целая, так сказать, эпопея. То есть нам ближе Санкт-Петербург с Москвы привезти, чем выстроить какой-то тур внутри региона, что Архангельск, что Мурманск. У нас вот транспортная логистика совершенно не развита. Поэтому по возможности мы сотрудничаем с удовольствием с Мурманской филармонией. Я очень уважаю Ксюрию Владиславовну, очень ее люблю, она замечательный руководитель. Когда есть возможность, мы пользуемся этим, мы как бы сделаем тур. Но это бывает редко, потому что многие артисты отказываются ездить на поезде, тем более если он идет 22 часа подряд. Я знаю артистов, которые не отказываются ездить этим поездом. Мы этот поезд знаем наизусть, насколько ты знаешь. Кстати, пользуясь случаем, передаем привет Виктории. Кстати, сейчас у нас затронуто несколько вопросов таким образом, неожиданным, что мы вынуждены их обязательно задать. Так как мы затронули государственные структуры, у нас, ну как сказать, это вообще, конечно, наше пожелание. И я думаю, что мы сейчас, Кареном, в данном случае будем говорить о мнении очень большого количества музыкантов. У нас две просьбы. То есть я сначала, конечно, буду задавать вопрос, но внутри этого вопроса будет просьба от всех музыкантов. Так как вы все-таки вместе все собираетесь, наверняка у вас есть коллегиальные звонки, там, конференц-звонки, почему бы вам, потому что это уже в ваших же интересах, не задать правительству два вопроса. Первый вопрос, что касается вот этой новой реформы по поводу паспортов на музыкальные инструменты. Реформы, из-за которой я, как устроитель концертов, сейчас могу сказать, что теряю хороших музыкантов, которые не хотят ехать в Россию, потому что понимают, что у них будут проблемы с ввозом и вывозом инструментов. И второй вопрос у нас был... Про возмузыкальный инструмент. По поводу... Самолётик. Да, по поводу вот того, что, грубо говоря, кроме аэрофлота, официально невозможно по-человечески провести скрипку, там, Альт, я не знаю. С вилончелями понятно, и в любом случае там надо покупать билет. Что нам делать, и как вы можете нам помочь? То есть, возможно ли коллегиальное групповое обращение от союза концертных организаций в правительство с вот этими двумя действительно, на самом деле, проблемами? Я уверен, что вот любой музыкант, который нас смотрит сейчас, то есть каждый первый, он об этой проблеме думает, безусловно. Ребят, я вот даже взяла ручку, видите, записала, значит, чтобы вопросы, потому что они, на самом деле, очень важные. Вот как бы чисто теоретически, естественно, это обращение возможно. То есть, в общем, наверное, союз концертных организаций России, это как общественная организация и существует для того, чтобы помогать отрасли, да, и в решении различных вопросов. Но, естественно, я как бы как один человек из правления не могу принять решение. То есть, я на сегодняшний день с удовольствием эти вопросы вынесу на следующее наше заседание правления, озвучу их, да, мы обменяемся мнениями, и я вам обязательно дам обратную связь, да, что по данному вопросу как бы думает наше профессиональное сообщество и как бы видят ли более опытные коллеги, ну, я сейчас говорю о старших коллегах, кто уже имеет достаточно давний опыт общения с государственными структурами и с Государственной Думой, и с правительством и так далее, как бы как они видят этот вопрос и можем ли мы реально тут чем-то помочь. Потому что всегда в такой ситуации, допустим, просто там составить письмо, написать обращение, но заранее понимаешь, что оно ничего там, словно говоря, не исправит, да, и не принесет никакой пользы. То есть тут тоже надо подумать, как подойти к этому вопросу и можем ли мы реально помочь в этой ситуации. Я сейчас тогда немножечко узнаю каких-то вот тайны. Я просто знаю, в Москве от некоторых людей, которые занимаются концертами, раз привозят какие-то лективы или какие-то солисты приезжают, чтобы это прошло гладко. Это всегда какие-то личные связи с теми органами, которые, в общем, это все проверяют. Вы каким образом это решаете? Слушайте, мы никогда с такой проблемой не сталкивались, потому что, ну, на самом деле, у нас в основном, если ездит оркестр куда-то, да, это симфонический оркестр, если мы, ну, мы не так много ездим на гастроли за рубеж, собственно говоря, да, там или по стране, если мы едем где-то по стране вблизи, там, Москва, Петербург или мы ездили, там, не знаю, Ярославль, Вологда, Белгород, мы не используем авиатранспорт, мы ездим либо автобусом, либо поездом. Это, в общем, получается дешевле и как бы надежнее, да. Если Финляндия, то, собственно говоря, у нас, сами понимаете, граница, нам проще на автобусе туда доехать, это гораздо проще и удобнее. Вот, но вот в той ситуации, когда вот мы на Мальту летали, как бы все прошло гладко, никаких проблем не было, мы летели тогда, если я не ошибаюсь, с турецкими авиалиниями, все музыканты везли с собой инструменты, ни у кого проблем не было. Турецкие авиалинии, надо сказать, да, как это, не к столу будет сказано, тут у нас Турция, вот она прямо видна, турецкие авиалинии из всех вот компаний, они более самые такие на эту тему, то есть вам просто повезло, скажем так. Это правда, вот, аэрофлот и турецкие, мало того, сейчас мы раскроем маленький секрет, может, не все знают, я не хочу сейчас рекламировать турецкие авиалинии, сидя в Араратской долине, но дело в том, что, и это, кстати, между прочим, большой косяк наших авиакомпаний. Дело в том, что турецкие авиалинии, это единственные авиалинии, которые я знаю, которые на провоз виланчели берут только 30% от стоимости. Если мы говорим о той компании, о которой я уже сказал, они берут почти полную стоимость. Вот, и именно поэтому на какие-то свои там фестивали, все, если там виланчели, если это удобно, потому что у них бывают очень неудобные, там много ждать приходится в Стамбуле. Вот, я вынужден сказать, да, они хорошие. Я вот сейчас не помню, какой авиакомпании в Китай мы летали в последний раз, но, по-моему, там проблем тоже никаких не было, как-то мы спокойно это все пережили. Но это был, по-моему, 16-й год, наверное. Понятно, да. Ну, то есть, в целом, конечно, ситуация вот на авось, по большому счету, повезет, не повезет. Нам бы всем, конечно, хотелось какого-то вот такого централизованного, то есть, как в старых фильмах, да, дайте мне такую бумажку, чтобы никто ничего не спрашивал. То есть, хотелось бы закона защищающего. Конечно, это очень важно. У нас, например, вообще в Петрозаводске в этом смысле проблема. У нас вообще только победа летает. И когда мы говорим о том, чтобы кто-то из Москвы прилетел из солистов, там, поприличнее на самолете, и, в общем, получается, сами понимаете, что... Потому что... Мы даже знаем, Ира. Летали, знаем, что называется. Да, значит, по поводу... Сейчас все это расскажешь. Я просто... Господа музыканты, если вы хотите играть концерты в Петрозаводске, забудьте о том, что надо туда лететь. Вы можете долететь до Санкт-Петербурга, и там прекрасно на поезде добраться... Пять часов. Хватит, как приедете. У нас здесь единственная ласточка. Ласточка очень хорошая. Давай, Кара. Да, ну, как ты видишь, мы интервьюеры начинающие, поэтому мы по школе... У нас есть тетрадочка, в которой есть вопросы расписанные. И, значит, с левой стороны вопросы просто, а с правой стороны острые вопросы. Так. Мы до конца не знаем, где какие, но мы их так, по крайней мере, написали. Вот. И мы тебе будем по очереди задавать из разных колонок разные вопросы. Значит, что мы хотим спросить? Вот ты, как директор организации, которая приглашает музыкантов, да, и которые тебе, я уверен, в большом количестве каждый день присылают всякие разные письма, просьбы и предложения. По каким критериям ты выбираешь музыкантов в сезон, в программу? То есть, что это должно быть? Ну, кроме известных имен, которые вы уже знаете, которые к вам уже приезжали. Вот, допустим, пишет человек, которого ты не знаешь. Он закончил консерваторию или не закончил, выиграл конкурс или не выиграл. Он дуэт, может быть, там, трио или квартет. Ну, то есть, вот, что должно быть такого в предложении от человека, которого ты не знаешь, чтобы это тебя заинтересовало? Есть ли вообще какой-то рецепт? Рецепт? Ну, на самом деле, вопрос такой. Это для музыкантов вопрос. Это сейчас мы им будем помогать. Это вопрос из обычных вопросов. Это не такой, не жесткий. Я, собственно говоря, знаете, человек достаточно открытый и честный, буду говорить откровенно. На сегодняшний день у нас предложение со стороны музыкантов, солистов, да, ансамблей, оно превышает спрос. Это очевидный факт. И поэтому... Сразу я хочу просто узнать, спрос чей? Вот это мне очень... Филармонический. Филармоний, концертных организаций. То есть, не зрительские, не публики, не слушатели. Зрительский спрос, как бы, это история такая, очень отдельная. Потому что зрительский спрос, он, в принципе, с определенной стороны формируется самими филармониями внутри региона. Это очень важно. Объясню, почему. Потому что, по большому счету, любой новый артист, приезжающий, как бы, в любой регион, он сам по себе, вот если повесить его афишу, то он, ну, как бы, на него мало кто придет. То есть, это задача филармонии и ее усилия рассказать публике и, используя свой авторитет, убедить в том, что это хорошо, вы не пожалеете, вам это понравится. Потому что, как правило, спрос зрительский сформирован уже на то, что есть. То есть, не на новое, а на то, что есть, на то, что они знают и понимают. То есть, есть условный набор имен, которых все знают, и люди готовы на это покупать билеты. Есть еще понятие спрос на музыку. Есть еще определенные музыкальные произведения, которые в большинстве случаев будут пользоваться популярностью, вне зависимости от того, известный солист это играет, или не очень известный, или совсем неизвестный. Но, скорее всего, условно говоря, на второй концерт Рахманинова все равно придет публика в зал. То есть, это вторая история. А вот если мы, например, говорим о солистах, которые проезжают в составе камерных ансамблей играть, то вообще камерная музыка это, наверное, самое сложное, что на сегодняшний день есть вообще у любой филармонии. И как с ней работать, это очень сложно. У всех, потому что вот у всех в каждом регионе очень разные условия и очень-очень много составляющих всяких «но», из которых складывается решение, взять артиста или не взять. Конечно, легче всегда незнакомому артисту сказать «нет». Почему? Потому что любой новый артист, которого не знают, он потребует колоссальных усилий со стороны организации на его раскрутку. Потому что никто просто так на незнакомого артиста не придет. Особенно, я сейчас еще раз говорю про камерные ансамбли. Если приезжает какой-то дуэт, квартет, трио. Конечно, если этот дуэт или квартет или трио приедет, например, с переложением рок-хитов, например, или что-то такого, то понятное дело, что большинство филармоний с экономической точки зрения будут готовы откликнуться, взять эту свою программу. Но здесь еще вопрос в том, надо ли это филармонии с точки зрения позиционирования имиджа. Потому что мы в определенный момент все это начали делать. И сейчас у нас уже есть, условно говоря, процент таких концертов в сезоне, которые исполняют наши академические коллективы. Но вот такую музыку, эстраду, поп, рок и так далее 20 века. Понятно, что это уже в той ситуации, когда нам надо денег заработать, когда нам надо какую-то публику новую притащить в зал. И то не факт, что эти люди, которые придут на такого рода концерт, что они потом придут, условно говоря, слушать, например, Моцарта, Битковина или Рахманинова. Но, тем не менее, мы это делаем. И здесь просто при составлении сезона всегда вот эти ножницы, этот баланс. Потому что, на самом деле, оркестровых концертов в сезоне их не так много. И когда мы берем солистов, здесь очень важно составить такой темп, чтобы он был очень гибкий и очень размеренный. я говорю поотносительно к своей филармонии, потому что мы находимся в маленьком городе, у нас там 260 с лишним тысяч населения, при этом у нас два оркестра, у нас консерваторий зал работает, там студенческие коллективы выступают, и приглашенные тоже, они сами занимаются этой деятельностью. У нас музыкальный театр, где опера и балет, у нас драматизм, то есть у нас огромный культурный продукт. И поэтому мы, когда свои концертные сезоны формируем... У вас еще и консерватория своя, между прочим. Да, я говорю консерватория. Это вообще такого мало бывает, редко бывает. Прекрасный зал, красивый, в котором они тоже ведут свою концертную деятельность, понимаете? И поэтому мы, когда вот этот сезон планируем, а то, что касается симфонических, например, концертов, приглашения к солистам, нам нужно выдержать баланс, чтобы в течение года мы показали максимально широкий спектр инструменталистов, чтобы у нас и пианисты были, и скрипачи приехали, и виолончелисты, и альтисты, если таковые есть, и готовы играть с оркестром. И если есть у нас, например, хорошие духовики, которые могут сыграть за примерную, за умеренную плату, какое-то что-то с оркестром, то есть задача вот эта размеренность составить, так, чтобы спектр инструментов показать. А второй момент, здесь еще задача расставить их таким образом по сезону, чтобы у нас не было скопления, что у нас за осень, за октябрь-ноябрь сыграли все скрипачи с виолончелистами, например, а потом пошли сплошные пианисты, то есть публика, чтобы вот этот ритм размеренный, она чувствовала, чтобы через две недели у нас однотипные концерты с точки зрения и солиста, и программы не повторялись. То есть на самом деле это очень сложная задача, это вот Татьяна Таллицкая и головоломка вместе с оркестром, потому что тут еще ведь есть еще очень важный момент. У нас есть, это такая щеготливая тема, у нас есть оркестр, у которого есть художественный руководитель, да, и художественный руководитель всегда это как бы, ну, и имя, там, это авторитет, у которого есть свое видение, да, и мы не можем с этим не считаться, то есть как бы мы, администрация, не имели какого-то музыкального образования, как бы мы там не думали, что мы там все знаем, увидим и хотим как-то построить, да, у него есть свое видение, и у него есть тоже свой круг общения, там, с солистами и артистами, которые, которых он хочет, условно говоря, приглашать, да, и предлагает в сезон к нам, и мы не можем тоже с этим считаться, да, поэтому те предложения, которые к нам поступают из вне, и те предложения, которые дает нам художественный руководитель, главный дирижер, это вот как бы такая история, которую мы должны совместить. Я прошу прощения, у меня очень важный воззвонок с министерства, можно я отвечу? Ир, ты очень хорошо, ты очень хорошо отвечал, очень развернутый ответ, и на самом деле интересный очень, но, все-таки, я бы хотел вот именно вот к самой сути этого вопроса вернуться, во-первых, есть ли шанс, вот я закончил консерваторию, золотым, допустим, золотой медалью, у меня симпатичная пианистка, которая мне нравится, я хочу с ней играть концерты, и мы замечательно играем с Анатой Брамсом вместе с ней. Как мне тебя убедить, что я заслуживаю место в сезоне? Вот есть ли шанс, и что нужно сделать? Мне бы вот хотелось, чтобы ты именно со своей стороны, как со стороны работодателя, какую-то вот идею, как минимум, дала бы, вот с чем можно зацепить? Я все-таки, извините, у меня вопрос все-таки другой. Сейчас Карен пытается узнать, как молодому мальчику с красивой девочкой поездить по стране. Я сейчас о другом. Рецепт счастья музыканта. Что нужно сделать, чтобы понравиться администрации филармонии, тем, кто решает все? Что необходимо, чтобы вы обратили на него внимание? Вопрос Карена. Сначала отвечаю. Он был первый. На самом деле, шанс вообще минимальный, честно скажу. И я уже объясняла, почему, потому что очень сложно с ноля раскручивать камерные программы. Это вообще катастрофически. Если есть шанс продать билеты на известных артистов в камерной программе, то здесь мало того, что все равно уже нужно отбить билеты, маломальски что-то заплатить, какой-то гонорар разместить и так далее. Но если, например, у данных, это как бы одна сторона, вторая сторона, конечно, естественно, будем слушать и смотреть. То есть нужно иметь видеозаписи какие-то, даже лучше не аудио, а именно видеозаписи. И как у нас любят девочки-музыковеды говорить, если они фамилию, имя человека забивают в YouTube и говорят им интернет, и YouTube говорит, что он такого не знает, у нас начинаются сомнения. Что это такое? То есть, условно говоря, даже если музыкант еще там учится, он в консерватории, студент, он должен заниматься собственным продвижением, записывать какие-то свои лучшие программы, выкладывать их, создавать там YouTube-канал и тратить на это время для собственного продвижения, потому что никому неизвестного артиста, у которого минимум запись или там одна есть, которую он нам пришлет, шансов, что мы его возьмем в сезон, конечно, нулевые. То есть нужно заниматься промоушеном. И в этом смысле это вообще у нас российская беда, потому что в большинстве случаев у нас консерватории делают из артистов только людей, способных творчески заниматься, да, и считающих, что вот я сам по себе вот такой гений, я исполнитель, я только играю, больше ничего в этой жизни не надо. Это не так. То есть артист должен думать о своем продвижении, и в силу того, что у нас в России на нашем рынке совершенно очень слабо развит институт агентов и продюсеров, которые занимаются имиджем, созданием и продвижением молодых артистов в академическом жанре, эта ситуация усугубляется, к сожалению. Вот, поэтому те, кто пошустрее, те, кто могут там какое-то резюме более составить, да, себе какую-то интересную программу предложить, да, а еще если будут какие-то рекомендации, да, от каких-то именитых людей, там, он там устажировался там у кого-то, не знаю, там уроки у кого-то брал там из известных артистов, и если там какая-то рекомендация будет, то это как бы может иметь вес, конечно. И то надо понимать, что эта программа тогда должна так или иначе вписаться в контекст там сезона, да, то есть если мы понимаем, условно говоря, что вот она нам подходит по тематике, по содержанию, да, то есть мы можем такое взять. Здесь еще важно вот, чтобы, как бы, да, об артисте что-то было вот. И вот один вдогоночку у нас, значит, есть такой вопрос совместный, мы его почему-то как-то вдвоем придумали, а как нарочитая внешняя сексуальность может повлиять на выбор филармонии для того, чтобы вот позвать какого-нибудь музыканта. на самом деле это болезненная тема, потому что почему-то вот в последнее время мы наблюдаем вот эти все меца, вот это все. Там главное, чтобы все вот вывалилось, там прямо капало все, и вот это продается. Вы как этому относитесь? Максиму просто очень жмут восины блестящие, ему неудобно в них выступать, и он сопротивляется, а я ему убеждаю, что это очень хорошо для бизнеса. Вот поэтому мы хотим спросить, что делать? Вот коварные, а? Вопрос риторический. Каждый, наверное, директор по-разному ответит на этот вопрос, но если вы, вот возвращаясь к вопросу, который очень важный был, я начала на него в предыдущем отвечать, и потом меня прервали, я затрону сейчас его и отвечу на этот вопрос. Я подошла к очень важной теме, что у нас есть творцы, а есть продавцы. То есть есть те, кто творят, они воодушевленные, они предлагают вау, какие классные музыканты, как все, круто, какой он суперисполнитель, а есть продавцы. и задача творца этому продавцу продать этот товар, чтобы продавец захотел этот продать товар публике, правильно? Это вот как бы очень важно. И продавец, любой маркетолог, кто работает в филармонии, конечно, он скажет, что ему все важно в том, что представляет артист. То есть понятно, что если это гениальный исполнитель совершенно, то никто не оспаривает эту гениальность и то, что это прежде стоит во главе угла. Но если при этом у этого исполнителя имеются какие-то еще внешние какие-то признаки внешности или какая-то харизматичность, которую он выдает на сцене и тем самым может привлечь дополнительно публику какие-то фотографии выдающиеся, фотосессия сделана крутая, то это только вот добавит, потому что что такое внешняя симпатичность или сексуальность, вы меня простите, но в принципе из любого артиста это можно вытащить. Здесь вопрос продвижения, продюсерства и работы над артистом. То есть можно сделать соответствующую фотосессию. То есть если артист присылает две убогих фотографии, которых мне приходит со слезами, с выпученными глазами, со слезами на глазах девочка, которая рисует у меня афиши, Юля. А еще говорят так, моей маме нравится эта фотография. она мне говорит, а что я буду с этими фотографиями делать? Вы же хотите, чтобы эта афиша продавала? Я говорю, да. А что я буду? Дайте мне нормальные фотографии. Это важно. Это как бы часть имиджа актера, это артиста любого. Без этого никуда не деться. Вот, наверное, так. Поэтому я говорю, есть творцы, а есть продажники. для тех, кто дает, для них важно это все. И в том числе вот эта составляющая. Отличный. Отличный ответ. На настоящую погоню, как мне кажется, она не будет брать в ходу продажности, но с низким художественным уровнем. Это тоже очень важно, потому что мне кажется, что большинство фитнес-нармоний работающих на властье, они как бы баланс этот, они держат и понимают, что все-таки для нас прежде всего важнее профессионализм. И просто-напросто в этой ситуации, что те артисты, у которых уже есть этот набор, прикладываемый к их высокому профессионализму и хорошему исполнительству фотосессии, какие-то промо, материалы и так далее. Они просто в более выигрышном положении находятся, потому что больше шансов, что работодатель возьмет этого артиста, потому что ему легче будет работать с его продвижением. Хорошо, просто сейчас быстро, но все-таки у меня вопрос как к человеку лично. Сейчас не к человеку, который продает личное отношение к тому, что когда человек заходит играть что-то такое всем знакомое, Баха, Рахманинова, неважно, что-то классическое, человек больше показывает себя. Я, честно говоря, я понимаю для того, чтобы продать, важно, чтобы на афише было полуголое тело, это тоже очень важно, к сожалению. Но мы сейчас в таких условиях находимся, но все-таки во время исполнения после исполнения у вас же есть фидбэк какой-то от зрителей, вы же получаете, что людям это нравится или все-таки люди говорят, господи, так играет хорошо, но зачем вот это жеманство, вот это закатывание глаз, открытие, вываливание языка, это правда оно действует на продажу билетов? Нет, я не об этом говорила. Я это имел ввиду, это как бы для меня, это я опять же все просвоею. Нет, я считаю, что, конечно, излишнее кривляние на сцене, оно только отвлекает вообще на самом деле от восприятия музыки, и вот в любой ситуации как бы обратная связь публики всегда показывает, что если музыкант гениален с точки зрения своего мастерства профессионального, то публика прежде всего запоминает это. То есть по большому счету она не думает и не смотрит на какие-то там детали и так далее, то есть она воспринимает искусство, если это искусство стоит того, если оно действительно высокое, если оно профессиональное, если оно одухотворенное, наполнено смыслом и содержанием, то, соответственно, публика это и воспринимает. То есть в этом смысле народ очень сложно обмануть. Это правда. Отличный ответ, на самом деле, очень хороший. Мне вот понравилось про вот эту реакцию публики, это здорово. Ир, мы потихоньку приближаемся к финалу. У нас вот в самом конце будет блиц небольшой, на который нужно будет отвечать коротко, но красиво. Наверное, один из последних вопросов, может быть, что-то добавишь. Такой вопрос у нас есть. Если будет возможность, допустим, вот завтра встретиться с большим меценатом, который делает какие-то большие акции, помогает там искусству, или просто человек, который известен своей благотворительной деятельностью, чем ты можешь его заинтересовать и что ты сможешь ему сказать? Ну он может быть полезным просто. Я хочу маленькую подсторию вопроса. Я же 9 лет прожил в Китае, и там одна из главных, один из главных принципов общения, когда ты встречаешься с кем-то из сильных, кто может тебе помочь, не проси для себя. Вот. И у меня именно поэтому вот этот вопрос родился, потому что мне интересно, какая будет реакция, что теоретически должен директор филармонии сделать, если он встретится с меценатом, который может помочь, но ты не знаешь чем. Это речь идет о спонтанной встрече или о той встрече, к которой есть возможность подготовиться? Интереснее, если это будет спонтанная встреча. Допустим, утром ты узнаешь, что через два часа приземляется самолет Абрамовича в Петрозаводске. Это уже в любом случае эта уже встреча не будет спонтанной, потому что ты уже начала думать о суженном и о нем начали говорить. Слушайте, вопрос, конечно, интересный очень. Наверное, тут какого-то секрета или общего подхода вообще быть не может. Мне кажется, что самое главное в этой ситуации действительно то, сказал, о чем Максим, не просить для себя лично ничего. Это первое. Второе, если что-то просить, то нужно конкретное, что-то неразмывчато, космические корабли бороздят просторы Вселенной, и мы хотим спасти мир. Здесь нужно какую-то четкую конкретику предмета обозначать. Это важно. И, наверное, здесь важно еще, чтобы вот этот самый человек, он видел твою искренность и твое внутреннее понимание, зачем ты это делаешь и что ты это делаешь. Понятно, что в данной ситуации я бы, естественно, говорила о симфоническом оркестре. Я бы, скорее всего, говорила о гранте для симфонического оркестра, для развития коллектива. Потому что если человек поймет, что ты говоришь это так, лишь бы чего-нибудь урвать, какой-нибудь кусок денег, а если ты будешь убедителен, если он будет понимать, что ты живешь этим, что ты этим болеешь, и это смысл твоей жизни, то, наверное, шансов больше. Тогда у меня прямо сразу, у нас, на самом деле, огромное количество вопросов, мы так страшно подготовились, и мы половину не зададим, потому что нет времени, а половина потому что сама ответила уже на некоторые, на какие-то вещи. Спасибо, отличные развернутые ответы. Вопрос такой, мы просто знаем, что практически во всех филармониях, за исключением, пожалуй, Питерской, может быть, что-то в Москве, не знаю, и не уверен, достаточно неплохо обстоят дела с инструментами. Вопрос следующий. Если мы говорим о филармонии как организации, которая сплачивает вокруг себя людей, которые хотят слушать музыку и любят это дело, собственно говоря, то, что заложено в названии, филармонии, как вам кажется, если в стоимость билета, допустим, включать какую-то сумму для покупки какого-то инструмента, который необходим филармонии, да, и заявлять об этом людям при покупке этих билетов, это хорошая идея или плохая, и соответственно вопрос звучит, а что вам кажется, что можно сделать, чтобы не ждать от кого-нибудь, от какого-нибудь мецената подарка, не ждать от государства, не ходить, не выбивать, что вы, что мы, что мы вместе с вами можем вместе сами сделать, чтобы, потому что это очень больная ситуация в России, и я уж молчу про то, что сейчас в Армении на самом деле происходит, здесь просто практически не на чем играть, я про рояль. Ну, на самом деле, конечно, даже если собирать там по половине стоимости от билетов, никогда мы на новый рояль не насобираем, потому что наши доходы нам не позволят все равно его купить, потому что в стоимость билетов и так много чего закладывается, в том числе там и часть зарплаты, которую мы музыкантам платим, и многие вещи связанные с организацией концертов и так далее, и там подобное, но какие-то вещи вот подобного характера мы, например, делали, и это имеет место быть и работает, когда мы какой-то год осенью устроили в самом начале сезона концерт рок-хитов как раз, которые играли симфоническим оркестром, мы сделали немножко цены повыше, по полторы тысячи билеты, так они у нас там в районе 800 тысяч рублей, и мы всем объявили, что это акция, что мы собираем деньги на струны для симфонического оркестра, ну комплект струн, чтобы купить там 450 тысяч надо купить, чтобы полный для архы в том числе, для всех, мы что сделали, мы взяли план зала, расписали его такими цветами, разными зонами, и человек понимал, что если он покупает вот это место, то его деньги идут на струны для арха, то есть картинку разрисовали, а другой покупает, говорит, о, круто, я хочу скрипки поддержать, да, ну это как бы игрушка такая, да, формально, но, естественно, денег мы собрали и струны мы купили, собственно говоря. как это, дурацкий вопрос, но на альты-то кто-нибудь дал денег? Конечно дал, весь зал был продан. Понятно. То есть одну альтовую струну купили все-таки, да? И я очень, очень меня интересует вопрос, потому что я многие годы последние занимаюсь тем, что играю современную музыку, общаюсь с композиторами, заказываю им, ну, в общем, мы вместе с ними что-то создаем. Всегда, когда мы начинаем на эту тему говорить, всегда первое, что я обычно говорю, легче всего продать Рахманинова второй концерт, что что ты и сказал. Это, да, теперь я не директор филармонии, поэтому я не могу им повлиять на это, я не могу сделать, не могу сказать, что давайте хотя бы пусть Рахманинова второй концерт играют только те, кто действительно это делают хорошо. У нас пока, к сожалению, до этого никто не дошел. Просто вот концерт Рахманинова номер два. Кстати, между прочим, один из вопросов, который мы, наверное, в Блиц обязательно положим, у нас симфоническая музыка или народная? Да, но сейчас не об этом. Сейчас не об этом. Заказываете ли вы музыку у современных композиторов, есть ли у вас свои фавориты среди российских? Так как вы, я знаю, достаточно активно общаетесь с финнами, есть ли какие-то финские авторы? И что, и как обстоит дело с оплатой их труда? Они для вас пишут бесплатно, лишь бы только их играли? Или вы что-то им все-таки платите? и все-таки постарайтесь ответить как есть. это очень на самом деле важная для нас тема, потому что мы относимся к тому ряду филармоний, которые понимают, что современную музыку играть надо, и мы очень любим это делать, и оркестр у нас любит играть музыку новую. Значит, про то, как бы, заказываем ли мы, вот сейчас вопрос, это называется, не в бровь, а в глаз. Дело в том, что у меня сейчас буквально через час, уже чуть меньше осталось, два часа, видео, такая же конференция с моими партнерами финскими. В этом году мы вступили в грантовую историю, то есть мы получили грант по линии приграничного сотрудничества с Финляндией, ну, заявителями были не мы, а наша партнерская организация Петрозаводская автономная некоммерческая организация дирекции фестивальных культурных программ, то есть мы получили большой грант на совместный проект с симфоническим оркестром города Юэнсу, то есть там очень большая программа на два года, там и гастроли наши туда, их к нам, там и значит большая маркетинговая история связана с фестивальной деятельностью, там и фестиваль света в конце, и что очень важно, там создание новой музыки и написание новой музыки специально для проекта, вот сейчас два часа как раз мы будем с ними созваниваться и мы будем им высказывать мысли то, что мы делаем у нас, в России, кому мы заказываем, потому что я сейчас тоже об этом скажу, мы уже определились с композиторами, и мы в гранте на это заложили деньги, потому что, конечно, исходя из текущей деятельности, возможности платить авторам за заказ произведения, конечно, у нас этого не в госзадании нигде нет, это большой вопрос, каким образом поддерживать эту отрасль, но вот на данный момент в гранте мы получили эти средства и мы планируем, что в рамках нашего вот этого программы, программы, которая называется «Большая музыка для малых городов», суть в том, что большие оркестры, большая музыка, но фестивали маленькие в маленьких городах, вообще малюсенький городок на приграничной территории, мы заказываем музыку трём российским композиторам, значит, один из них это композитор, с которым мы уже давно сотрудничаем и периодически играем его премьерные сочинения и не премьерные, там и повторные, это московский композитор Алексей Курбатов, у него прекрасная музыка, мы уже неоднократно его симфонические сочинения играли и, по-моему, из камерной музыки что-то они с Вадимом Холоденко играли, если я не ошибаюсь, ну то есть это совершенно замечательный композитор, очень любим и уважаем и рады, что у нас есть с ним возможность посотрудничать. Ещё один московский композитор будет участвовать в этой программе это Павел Карманов и петербургский композитор Илья Кузнецов. А что Карманова будет у вас там интересно? Мы заказываем троим композиторам, то есть у нас будет сюита о Карелии и каждый из композиторов пишет одну из частей, то есть Илья Кузнецов пишет первую часть, Павел Карманов пишет вторую часть, Алексей Курбатов пишет третью часть, то есть там условно говоря Северное сияние, Белая ночь, то есть как бы тематика связанная с Карелией. Нам почему важно, чтобы эта музыка была очень такая картинная, потому что она потом будет записываться совместным оркестром Петрозаводской и Йоэнсу и в записи будет звучать как сопровождение на фестивале света, который будет проводиться у нас в Карелии в Кандапорском районе для светового шоу. Отлично. Так а что мы платим? Композиторам и Ленина. В зависимости в целом, заложены деньги, мы платим композиторам, конечно. Можно для меня попросить Пажу Карманова написать солирующую роль оленя для Альта? Я уверен, что Паша, так как он знает, именно Паша Карманов прекрасно знает, что Альт это самый лучший струнный инструмент. Я думаю, что он просто самую главную звезду вот в этом сиянии он сделает наверняка Альтом. Хорошее же могло получиться произведение вот до этого момента. Жалко. Так, ну самое время перейти к Блицу, по-моему. Ты готова? Я что-то не до конца ответила. А, еще у нас традиционно сильный союз композиторов в Карелии и мы традиционно там хотя бы раз в год иногда раз в два года конечно каемся, но мы играем музыку карельских композиторов, мы либо делаем целый концерт какой-то, да, либо там иногда бывает включаем, в частности какую-то программу, но обычно это бывает цельный какой-то концерт. Вот сейчас, например, вышел недавно из-под пера новый фортепианный концерт нашего карельского композитора Геннадия Алексеевича Вавилова, которого знают во всем мире, его музыку исполняют и в Америке и много где. И мы, собственно говоря, должны были вот сейчас готовить как раз его премьеру. Не знаю теперь, как она состоится, она должна была быть в июне, да, сейчас все сроки двигаются, но я понимаю, что этот новый фортепианный концерт мы будем исполнять, да, это будет наша премьера. То есть мы стараемся это делать, конечно, здесь уже речь не идет про деньги, потому что это ситуация такая, в которой сложно вообще какие-то деньги собрать, у нас нету, и понятно, что собрать с билетов мы здесь вряд ли что-то сможем. Наша задача здесь популяризировать, привлечь внимание из-за билетов. Отлично. Так, мы переходим к Блицу, несколько быстрых вопросов и ответов. Готовы? Давай. Так, мажор или минор? Мажор. Это не мои вопросы, но сразу чувствуешь, что это скрипач при этом. Чем богатый, тем мы рады. А Карен в конце этого Блица написал скрипка и аль. Ну, подумай и в конце ответит. Мне кажется, что вопрос мажор или минор, его можно совместить со скрипкой и аль. Ладно. Так, второй вопрос. Ладно. Оркестровая музыка или камерная? Оркестровая. Публика идет на исполнителя или на композитора? Вот первое, что в голову приходит. И то, и другое. Так. Концерт в двух отделениях или в одном? Что оптимально? В двух. По длительности по двух. Задача филармонии это развлечение или образование? Это, безусловно, просвещение, образование, воспитание, комитет. Отлично. Эмоциональное удовольствие или интеллектуальное? И то, и другое. Разно бывает, но в большинстве мы считаем, что она дает академическую и какую-то интеллектуальную пищу и, безусловно, эмоцию, потому что это переживание, без этого никуда не дается. Дети присутствовать могут на концертах вечерних, когда идет симфония или нет? Да, конечно. Они не мешают это все? Они выдерживают? Ну, это зависит от детей, от ребенка конкретного, потому что есть родители, которые с раннего детства прививают детям любовь к музыке. Хорошо. Возраст. Возраст, с которого можно ходить на серьезные концерты? Ну, я думаю, лет с 6-7, не раньше. Отлично. Ну, и последний вопрос, самый важный. Действительно, все-таки скрипка или альт? И то, и другое. Ира, ну что ж ты, я так рассчитывал. Ира, спасибо огромное. Отличный ответ и замечательный разговор. Мы очень рады, что ты в это время карантина и самоизоляции полна оптимизма, солнца и улыбок. Вот, я надеюсь, что так оно будет и в дальнейшем. Я боялся того, что технические проблемы какие-то будут у нас. Я боялся того, что будет какой-то сильный ветер, что на нас польет дождь, потому что на самом деле все прогнозы погоды говорили, что сегодня будет гроза, дождь и все. Но есть одна очень интересная вещь в нашей жизни. Синдром Шагалдяна. Это такая штука, когда везде пробка, но Карен приезжает без пробки. Это всегда так, что машину некуда ставить, но когда Карену нужно, всегда есть место, где припарковаться. И если Карен сказал, будет нормальная погода, даже любой гидрометцентр скажет, что будет дождь, ветер, град, все будет вместе, если будет там Карен, там будет хорошая погода. Вот сегодня замечательная погода в этом замечательном месте. Мы в Араратской долине. И что тоже, скорее всего, синдром Шагалдяна, то, что наша собеседница, наши гости программы сегодня с нами провела потрясающую передачу, на мой взгляд, потому что практически даже не надо было особо смотреть в наши вопросы, потому что мы ровно шли по нашему списку. Это говорит о том, что мы думаем очень похоже, не одинаково, но похоже. И у нас одни и те же мысли по поводу того, что же нам дальше делать. Другой вопрос, мы это по-разному можем думать. Карен Тигранович, скажите что-нибудь. Я с тобой в целом согласен, но погода такая, потому что это наш армянский гидрюминцентр. Он сделает так, чтобы нам было хорошо. Ваш армянский гидрюминцентр как раз сказал, что даже будет. И он пошутил. Это армянское радио. Если серьезно, мне тоже очень понравился разговор с Ириной. Она из тех директоров, кто мыслит, кто думает, кто развивается. И чем больше будет таких директоров концертных организаций в России, тем нам музыкантам будет лучше, тем лучше будет публике и тем больше нас всех, собственно говоря, будет. Она очень честно отвечала на некоторые важные для нас вопросы. Мне это очень понравилось. Я надеюсь, что вам, зрителям, эта идея и этот разговор понравился. Мы собираемся его, несмотря ни на что, продолжать этот разговор с другими директорами. Я думаю, что в будущем мы доберемся и до музыкантов, и до композиторов. И наша идея вообще в принципе разговаривать о нашей музыкальной жизни, чтобы понимать, что в ней происходит, что надо менять, что нужно оставлять так, как есть. Ну и вообще разговор за жизнь, что называется, под аккомпанемент замечательного вина. Ну да. А чего? Мы сидим, разговариваем, общаемся, и мы становимся друг к другу ближе, несмотря на эти расстояния, несмотря на то, что самолеты не летают. И в данный момент мне на какой-то момент показалось, что мы сидим в кабинете в Петрозаводске, общаемся, и прекрасно. И я советую всем людям побольше сейчас общаться с теми, может быть, с людьми, которыми... Иногда же ведь мы боимся сделать какой-то важный шаг в нашей жизни. Если помните вот этот вопрос по поводу того, что пожелать музыкантам, как им себя вести с директорами филармонии, ну не с директорами, вообще с администрацией, какие письма писать, что... что необходимо для того, чтобы вас заметили. Для того, чтобы вас заметили, необходимо выбраться из ямы и начать куда-то идти. Необходимо самому себе сказать, что я достоин большего, но для этого ты должен что-то сделать. Необходимо поднять себя и открыть себя миру. То есть ты выйди к людям и скажи «Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то. Я бы хотел с вами общаться». Не ждите, когда кто-то за вас это сделает. Такое тоже бывает, но это очень редко. Отлично, золотые слова. Будьте здоровы, чтобы все было хорошо. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. мы хотим выразить огромную благодарность нашим друзьям в замечательной винодельне в Оскине Вайнс, которая предоставила нам это замечательное место, собственно говоря, винодельню подножия Арарата, ну и, конечно, безусловно, вино, которое мы с большим удовольствием пьем прямо в эфире. Которое нам позволило задавать некоторые вопросы, которые мы бы, наверное, не задавали, если бы мы были трезвы. Да, а это хорошо? Это прекрасно. Отлично. Также мы хотим выразить огромную благодарность нашей съемочной группе, нашим невероятным помощникам, которые проделывали героическую работу и будем надеяться будут ее проделывать и в будущем. Это режиссер нашей передачи Гранд Варжепетян и ассистент режиссера Гор Григориан. В конце передачи мы будем вас знакомить с новыми именами для нас. То, те люди, которых, те музыканты, которых мы для себя открыли, те композиторы, с которыми мы бы хотели вас познакомить, все это будет в каждой передаче. В этой передаче моя очередь и я бы хотел вам рассказать, что я посмотрел несколько концертов, онлайн-концертов Московской филармонии и совершенно неожиданно для себя нашел новое имя Варвара Мягкого, запись которой сейчас в данный момент начинает уже звучать, вы это уже начинаете слышать, полную версию этого концерта вы сможете посмотреть, послушать по ссылке, которую я дам в описании. Также, помимо ссылки на тот концерт, кусочек которого сейчас идет, я вам еще дам ссылку на плейлист Варвары, который я попросил ее саму составить на те записи, с теми записями, которые, на ее взгляд, достойны вашего внимания. На этом прощаюсь с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok